Автотранспортная служба Саянского градообразующего предприятия всегда была мощным подразделением завода, изначально с очень хорошей материальной базой. В арсенале службы легковые автомобили, автобусы, вахтовки, специализированный транспорт, большегрузные самосвалы и краны. Но у всей этой значимой для предприятия техники есть определенный срок службы, который в какое-то время подходит к концу, и тогда машины следует заменять на новые, более совершенные. Модернизация предприятия позволяет повысить его производственную эффективность, улучшить экологические характеристики и снизить воздействие на окружающую среду. Для этой цели в акционерном обществе Цианским пласт работает программа по обновлению техники. За последние 4 года арсенал автотранспортной службы пополнился четырьмя единицами современной грузоподъемной техники. Последним значимым приобретением стал новенький кран, технические качества которого намного превышают те, что были у этого мастодонта автопарка, который прослужил на заводе более 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Мы приобрели новую технику, то есть это китайский кран 180 тонн грузоподъемность. Планируем замену вот данного крана. То есть этот кран 89-го года выпуска, ну то есть понимаем, что он уже устал, скажем так, морально, физически. Ну вот и приобрели новый кран на замену именно вот этой техники. На нашем предприятии есть программа обновления техники. Согласно этой программе стараемся все-таки, ну, покупать новую технику, обновляться маленько. Ну, то есть надо же двигаться вперед. То есть, ну, вот эта последняя машина, ну, довольно-таки новая, современная. Все в основном, как и все. Китайский агрегат был доставлен на площадку предприятия из Благовещенска в конце августа. Новый кран весьма отличается от своего старшего собрата, которого готовят к списанию. И не только своими внешними данными. Могу вас поздравить с приобретением новейшего крана. На самом деле, этот кран обладает самыми передовыми технологиями. У него установлен двигатель с очисткой отработавших газов. Экологический класс Евро-5. Он оснащен новейшей роботизированной коробкой передач, который позволяет разгоняться этому крану до 80 км в час на дорогах общего пользования. При общем весе машины более 50 тонн. Кран обладает гидропневматической подвеской. Имеет четыре приводные оси из пяти. Все оси поворотные, поэтому может преодолевать практически любое бездорожье. Он имеет очень высокие маневренные способности. У него все поворотные оси, все управляемые. Соответственно, может разворачиваться на минимальном радиусе. При длине 15 метров он очень-очень маневренный. Что касается крановой установки, грузоподъемность крана максимальная 180 тонн. Стрела в сложенном состоянии 13,5 метров. Базовая стрела в полностью выдвинутом состоянии 64 метра. И удлинитель еще 39 метров. Общая длина 103 метра. На этом кране установлены практически самые передовые технологии управления. Все компьютеризировано. Соответственно, оператору самое сложное – это разобраться в настройках этого крана. Дальше функции он делает максимально безопасными. Стоит система безопасности, которая предотвращает случайное падение крана, перегруз крана. Многие операции, если оператор крана делает неуверенно либо слишком быстро, то кран это предотвращает для того, чтобы сохранять груз и сохранять жизни людей и безопасность. По случаю прибытия на завод нового грузоподъемника, на этой неделе в автотранспортной службе проводился курс обучения крановщиков, которые будут эксплуатировать полноприводный вседорожный кран. Теоретические и практические занятия проводили специалисты компаний, производителя и дилера из Москвы и Китая. Сегодня четвертый день обучения. Мы прошли основные все функции шасси, потренировались здесь. Сейчас мы проходим обучение по крановой установке, рассказываем все основные функции, порядок управления, каким образом собирать машину и будем полностью демонстрировать ее возможности, когда соберем в полной комплектации. В процессе работы и монтажа мы первые какие-то действия показывали сами, а дальше сажаем операторов и они уже производят действия. Мне очень понравилось, как работают ваши операторы. Я наблюдал именно за тем, как они осуществляют грузоподъемные операции и чувствуются в руку профессионала, которые действительно умеют обращаться с большой грузоподъемной техникой. Обучение по управлению новым краном проходит четверо заводчан. Отбор кандидатов производился, исходя из их профессиональных качеств. Так, у Александра Швытко трудовой стаж машинистом крана порядка 20 лет. За это время опыт работы на таком гиганте набран немалый. Знакомство с новым аппаратом Александру показалось непростым, но весьма интересным. Практика показывает, что чем больше техника, тем легче управлять. Я только этим манипулирую. Ну, сейчас в современных условиях. Вот, например, манипулировать тем же краном, просто показывать работу его без груза, ну, показывать, то это, туда можно любого посадить. Он будет так же уходить. А вот работать с грузом, это надо разобраться. Ну, я еще только вникаю. Я не факт, что я в нем, ну, как, разберусь и соглашусь на нем работать. Потому как все зависит от своих функциональных способностей. То есть там управляют все компьютеры, рычагами. Там прежде надо задать ему программу, а потом уже манипулировать, ну, как управлять рычагами. А вот эту программу задать, там надо еще уметь. Я еще в ней, как, ну, второй день сижу за рычагами. Я вот без специалиста, я еще не могу. Интересно? Ну, да, техника довольно-таки интересная. И мне, как уже человеком в возрасте, просто самому интересно. За годы, со дня своего образования, автотранспортная служба Сен-Схимпласта выросла в организацию, выполняющую профессиональные задачи любой сложности. Трудовой коллектив АТС – высоко классные специалисты, способные эксплуатировать самую передовую отечественную и зарубежную технику. Приобретенный вседорожный кран позволит решать новые производственные задачи. Кадровая политика предприятия определяет стратегию развития компании, позволяет предпринимать необходимые действия для того, чтобы она успешно развивалась, а уровень профессиональной квалификации специалистов соответствовал современным требованиям. На Саянском градообразующем предприятии внедряются наилучшие доступные технологии. Накопленный опыт и высокий профессионализм персонала и в дальнейшем позволят успешно реализовывать стратегические задачи и обеспечивать дополнительный импульс в развитии экономики города и региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА